Практическая психология Хотелось бы спросить вот о чем. Чтобы женщина была действительно женщиной, сначала она рождается девочкой. Вот мама, папа очень ждали это великолепное чудо, появилась девочка. В чем особенность? На что нужно обратить внимание при воспитании девочки, чтобы потом женщина была действительно такая полноценная, счастливая, радостная, любящая себя? В первую очередь, конечно, любовь. Любовь между родителями в паре. Я считаю, что это самое непременное главное условие. И когда родители не стесняются, не боятся показывать свои чувства друг другу. То есть какая-то нежность, любовь, заботу, внимание, обнимание. То есть она должна просто это уже видеть изначально, да? Изначально, однозначно, должна это видеть. Я не знаю, я по себе знаю. Безумно в этом плане повезло. Детство было такое действительно. Я видела все это между мамой и папой. И я им за это очень благодарна. Дальше. И так она растет. Она растет в любви. Она видит, как мама, папа дорожат друг другом, как они чувствуют друг друга. Какие еще такие моменты, на которые следует обратить внимание при воспитании дочки? То есть все время нужно беседовать. Я сейчас вижу современных родителей, знакомых, которые постоянно спрашивают, что ты чувствуешь. При любой ситуации, то есть ребенок, допустим, у нас ведь постоянно сменяются эмоции, у него без конца. И в данный момент грамотные родители всегда обращают внимание на то, что ты чувствуешь сейчас. То есть разворачивают ребенка не во внешний мир, а во внутренний мир, да? Внутренний мир, да. Посмотри, вот эта ситуация, которая сейчас случилась, например, в жизни, она какие эмоции тебе позволила испытать, да? Каким образом ты справилась с той или иной задачей, да? И что ты чувствуешь при этом, действительно, чтобы быть в контакте с самой собой, да? Хорошо. Отличается ли воспитание девочки от мальчика? Девчонка должна больше быть развернута в сторону семьи? Я считаю, что тут нет каких-то четких критериев, ориентиров. На мой взгляд, даже как-то она, естественно, в семью, ориентация в семью, но настолько здесь сейчас вот... Раздвинуты границы, да? Раздвинуты границы перед семьей абсолютно, и перед мужчинами, и перед женщинами. В семью однозначно, однозначно. И тут как-то вот желательно, чтобы это были позитивные, такое формирование семьи. Это, опять же, ну это творческая, вот девочка это творческий всё равно человек, и вот как-то вот надо, чтобы ещё она была вот это творчество в себе, в жизни воплотилось у неё в любом проявлении, чтобы она всегда знала, чем себя занять, то есть она не скучала никогда, то есть была такая чуткая, доверяющая. То есть вот, я не знаю, тут много критериев, конечно, и вот эта чувственность, эта доброта какая-то, теплота, эти вот эмоции, постоянные эмоции, проявление эмоций для девочки очень важно. Вот у меня на консультациях часто сидят девчонки-подростки, да, и они говорят, ну, не знаем, чем нам заняться, у нас мы какие-то все такие, ничего у нас не получается, руки у нас крюки, и начинают прямо такими шаблонами говорить, которые они, в принципе, ежедневно слышат или от учителей, или от своих родителей, или там друг от друга. И когда я начинаю с ними разговаривать о том, что ты вообще венец творения, да, божественного творения, ты уникальна в своём роде, мне кажется, вот это очень важно осознать прямо с детства свою ценность, да, чтобы потом... Однозначно ценность и достоинство вот своё должно вот с детства воспитываться, и в том числе папой в первую очередь, я думаю, потому что вот папа — это первый такой образец, первый любимый мужчина в жизни девочки, и если вот есть, повезло, да, с папой, это, я думаю, что это просто вот то. И если папа вот ценит и дорожит, вот я видела, как вот, допустим, свой папа опять же, он маму, вот, я не знаю, он на руках её носил, боготворил, и вот это вот, я считаю, что это благословенное на самом деле состояние, когда женщина может доверять мужчине, может ему полностью довериться, открыться, и он, главное, ценить при этом, да, вот, на мой взгляд, это... И вот эту ценность, опять-таки, мы закладываем, да, в детстве с помощью вот таких знаковых, значимых фигур для ребёнка, как, например, для девочки — это отец, да, для мальчика — это мама. Хорошо, спасибо вот уже за такие рекомендации. Ну, а теперь мы переходим из девочек всегда, слава богу, вырастают женщины. И я сейчас искренне завидую нам, потому что то, что мы можем себе позволить в начале 21 века, женщины, которые жили до нас, они, конечно, не могли себе этого позволить, правда, да, мы можем сами выбирать, за кого мы выходим замуж, мы можем сами выбирать, вообще, создадим мы семью или не создадим, да, где мы будем учиться, где мы будем работать, вообще, буду я управлять автомобилем кобылой, да, или не буду, буду ходить всё время пешком. То есть вот я восхищаюсь тем временем, в котором я сейчас живу, я его очень люблю, и когда мои подруги начинают стонать по поводу того, как тяжело нам, женщинам, я всегда привожу пример, что, а не хотела бы ты пожить, например, в 16 веке, когда не было ни стиральных машин, ничего, и когда женщину-то вообще за человека не считали. Ну, вот тут, например, я однажды была в музее крестьянского быта, у меня прям, наоборот, до слёз, да, вот эти все эмоции, когда я видела абсолютно, там, от расчёски буквально, ложки, там, тазиков каких-то, да, делалось всё полностью руками, я поняла, насколько мы, наоборот, лишены в какой-то степени вот подобных вот вещей, когда всё делалось руками, с любовью какой-то, да, там, тарелки, ложки, чашки, и вот я стояла, вот у меня слёзы на глазах, восхищение, с одной стороны, вот такого... Это делалось руками женщины? Мужчины, конечно, мужчина заботился, да, для женщины, да, и вот, ну, ведь и женщины, с другой стороны, тоже вот всё начиная, там, ткали, пряли, вязали, шили, то есть вышивали, это настолько вот, ну, сближало, это какая-то вот, я не знаю, что сформировалась в этот момент, но атмосфера, определённая атмосфера, аура какая-то, вот я завидую таким женщинам, которые умеют вот что-то делать своими руками, я вот могу их слушать вот так вот, вот так сижу и смотрю, и мне даже вот... Я в этот момент забываю абсолютно обо всём. Здорово. Так вот, мы об этом тоже поговорим, о том, что современной женщине и это доступно. Если ты хочешь заниматься, например, лепить из глины себе посуду и своим домочадцам, а потом её раскрашивать, да, то это великолепный ресурс, который тебя наполняет изо дня в день, правда, да? А самое интересное, это ещё потом пишут и хотят купить, и ты начинаешь. Да, и таким, что-то ещё может быть бизнесом, да? И опять-таки в шестнадцатом веке ты не могла бы стать, себе это позволить, да? Итак, современная женщина, конечно же, она мудра, конечно же, она энергична, конечно же, она знает, чего хочет, да? Но, тем не менее, давайте мы сегодня с вами поговорим. Ваше видение вот этой современной женщины, что для неё весьма характерно и важно? Ну, в первую очередь, она сама, её потребности. Вот в моём понимании, если она для себя это чётко уяснила, то есть что сама она ценность и важность для себя, в первую очередь, со своими потребностями, интересами, увлечениями какими-то. Ну, естественно, это любящая жена, любимая жена, любящая жена. Это счастливая мама, ну и, конечно, это в то же время может быть совершенно успешная женщина в социуме. Да, вот есть такие волшебницы у меня среди знакомых, которые умудряются всё в себе это совместить. Я с восхищением всегда на них смотрю. Молодцы. Вот смотрите, опять-таки, да, вы очень такие хорошие моменты озвучили, да, Ирина? Да, но опять-таки, современная женщина может не стать, например, женой, да, при этом может не стать мамой, это будет тоже её выбор, да. Её выбор, да. Но может быть, например, просто хорошим там специалистом, да. Согласна, согласна. Хотя вот я тут совсем недавно встретила в своей практике человека, который даже не стал специалистом и великолепно реализуется просто как жена, да? Согласна, есть и такие, я вот встречаю таких женщин абсолютно, вот, я говорю, выбор сейчас огромен, обширен, каждому своё, да, и если ты абсолютно счастлив, внутри у тебя всё, в принципе, созвучно, гармонично, и тогда нет вопросов, я знаю домохозяек прекрасных, которые счастливы, они просто летают от того, что они занимаются домом, при этом у них есть домработницы, да, помощницы по хозяйству. И, то есть, абсолютно разные женщины. Главное, чтобы внутри вот было это ощущение своей ценности, своей значимости, и в первую очередь, конечно, ну, она ощущает себя женщиной. А вот смотрите, иногда вот женщина так проходит, да, и говорят, о, вот это такая чувственная натура, да. Вот что такое чувственность? Что под этим подразумевается в настоящее время? Ну, вот чувственность, если так смотреть, это способность чувствовать, да, с помощью наших органов чувств, все проявления какого-то внешнего мира. Есть ещё такое чувствительность понятия, это уже реакция идёт, да, на окружающий мир. Почему, допустим, одни и те же слова могут вызывать разную реакцию? У кого-то слёзы, да, у кого-то слёзы, кто-то совершенно спокойно на это реагирует. И тут тоже надо понимать, я даже практиковала для себя в какой-то момент, как можно, допустим, на какой-то негатив реагировать совершенно спокойно и позитивно, с улыбкой. И это работает, это работает, это интересно. То есть это можно развивать, да, в себе? Это однозначно, да, это можно развивать. И в то же время вот женственность, чувственность, это какого-то, вот я это называю даже состоянием, определённым состоянием. И вот с точки зрения, опять же, вот как искусства иногда, то есть есть женщины, которые, ну, мы, в принципе, все с этим рождаемся, да, но в силу каких-то различных обстоятельств, ситуаций, да, у нас может это каким-то образом перестать развиваться где-то. Или у нас в этом не было потребности, да, и мы это не стали. Да, и мы забываем, например, об этом как-то, да, но мы понимаем, что вот это наша природа, это наше состояние. Вот с точки зрения, когда я говорю, допустим, это искусство, да, когда это способность, скажем так, вот подчёркивать эту разницу между мужчиной и женщиной, да, вот, а не сходство, да, не делать, вот, акцент на сходстве между мужчиной. Что мы одно и то же, да. Что мы одно и то же, и мы можем всё, да, точно так же, как мужчины. Поэтому для меня это как-то вот так. И женственность — это нежное и мягкое какое-то качество, которое проявляется у женщины в манерах, в поведении, во внешности, в походке, в движениях. То есть её видно сразу, я думаю, так, потому что эту женщину вряд ли можно уже с кем-то спутать, с другим, да, увидев её, ты попадаешь, вот я говорю, они создают определённую атмосферу, ауру какую-то, да, и ты сразу на мадыше. Вот вы сейчас говорите, да, вы говорите, у меня почему-то сразу же образ Грейс Кейли. Не знаю, у каждого, конечно же, свой будет образ, да. У меня, наверное, с детства это вот в первую очередь всегда была Наталья Николаевна Гончарова, да. Я помню, как-то даже доклад какой-то готовила в школе, и у меня учительница, она говорит, ты знаешь, я вдохновилась. То есть я никогда не смотрела на неё с этой точки зрения, хотя я была подростком, да, но вот я как-то прочувствовала её. И у меня вот первый образ вот какой-то всегда возникает, когда вот какие-то, допустим, говорим о женственности. Вот почему-то она у меня всегда всплывает вот в голове передо мной, перед образом там каким-то. Причём таких женщин на самом деле ведь было очень много. Конечно, вот я сейчас, вот ты сказала про Наталью Гончаровую, я вот сейчас вспоминаю, когда я делала проект, фотопроект известных людей в городе, да, я была сама в образе Натальи Гончаровой. Я просто читала, чтобы попытаться понять, что она из себя представляет, какая она женщина, да. Действительно, я с тобой полностью соглашусь, что это женщина с большой буквы. Да, ну там были ещё, конечно, у многих поэтов, художников мы можем найти писателей, свои музы, гала там, да, была у Леонардо, нет, Сальвадора Дали. Сальвадор Дали, да, была Лиля Брик, у Маяковского, и то ещё. Вот смотрите, чувственная женщина, если она действительно чувствует, да, она ведь может быть разной, не только улыбчивой, мягкой, податливой, но если я чувствую сейчас гнев, если я сейчас чем-то расстроена, то ведь и эти эмоции я тоже могу показать миру. Однозначно, эти женщины, они как раз не боятся показывать свои эмоции, злость, гнев какую-то, может быть, даже, ну не хочется говорить вот это слово, в ревность, но тем не менее, там, допустим, это всё присуще этим женщинам, они могут быть и в печали, и в какой-то тоске, унынии. То есть они абсолютно не боятся проявлять эмоции любого содержания, любого характера. То есть весь спектр, да? Абсолютно полный спектр эмоций, для них характерен. И к этому нужно быть готовым. Да. Потому что у нас же такое понятие, вот эта женщина, там, да, чувственная, эмоциональная, там, да, женственная она, и у нас сразу же рисуются только положительные такие, понимаете, да, вот эти краски. Говорят, вот там, допустим, у нас есть ещё такое расхожее убеждение, порой это, что там мужчина ищет, допустим, спокойная ему нужна, домашняя, хозяйственная. На самом деле мужчины любят разных женщин, на мой взгляд, то есть она должна быть где-то послушной, где-то, наоборот, строптивой, где-то, допустим, домашней и светской одновременно. То есть вот она должна быть разной. Эти женщины живут, на самом деле они живут. То есть они не боятся, не боятся любви, не боятся какой-то боли, не боятся смеяться, не боятся плакать. То есть они на самом деле проявляют себя абсолютно. Хорошо. Ирина, расскажите, пожалуйста, хотя бы какие-то такие практики, может быть, как в себе можно развить вот эту чувственность? Хотела бы. Да, вы же сказали, да, вы как-то даже практиковали и пробовали это. Как это можно ежедневно? Ежедневно можно практиковать. Ну вот самое первое, всегда говорю, вот опять же, обращать внимание, что я чувствую. Что я в этот момент чувствую, что я чувствую в теле, что я чувствую, просыпаясь, там, допустим, вышла из комнаты в другую комнату попала, вышла на улицу, там, попала в какую-то другую ситуацию, в какое-то общество пришла. То есть надо всегда отслеживать свои ощущения. Вот это напрактиковаться можно до такой степени, что потом уже до автоматизма действительно доводится, и мне опять же чувствовать, каким образом можно объятие, однозначно объятие. Вот бывают даже влюблённые современные люди стесняются проявлять вот эти объятия друг к другу, по отношению друг к другу, такие открытые, искренние, скажем так, вот, чтобы наслаждение получать, ну, в силу каких-то, опять же, воспитания, может быть, скромность какая-то, вот, скованность. И от этого объятия они получают друг от друга, они не получают того наслаждения, которое могли бы получать. Это, опять же, хорошо развивается в аргентинском танго. Например, вот танец настолько уникальный, он расставляет как раз всё на свои места, природные позиции, положения мужчины и женщины. Мне нравится в аргентинском танго, что вот женщина настолько может доверять, открыться мужчине, когда он её ведёт, а он её в объятиях своих ощущает, как самооценность и драгоценность, да, которую вот действительно нам нужно беречь. И особенность этого танца в том, что там невозможно научиться без правильного объятия друг друга, да. Вот пока мы не научимся правильно друг к другу прикасаться, а танец достаточно такой сексуальный, несколько интимный, танец страсти. И когда вот происходит эта магия прикосновения, то тут уже они могут расставлять фигуры полностью, сами как хотят люди в танце, и они понимают, что пара мужчина и женщина в танце, да, что они уже не сковывают движения друг друга, не мешают, абсолютно свободны. И этот танец имеет массу преимуществ и бонусов. То есть мы рекомендуем, да, женщине и мужчине, если у неё есть таковой, да. Да, это потом переносится, вот эта магия объятия, прикосновения друг к другу переносится и на жизнь повседневную. То есть если какие-то есть недопонимания, может быть, какие-то в паре, да, вот рекомендуют. И не надо будет тогда с утра до вечера пилить своего мужа, да, по поводу дождя. Я знаю пары, которые познакомились именно на танцах, да, и создали прекрасные семьи, и они продолжают танцевать, то есть у меня для них вот просто это чудеса. Отлично. Скажите, женщина реализуется через мужчину, да, а мужчина через женщину. И если вдруг у женщины какой-то такой период возник, когда у неё нет сейчас партнёра, да, она может находиться там в поиске, но при этом она не должна себя чувствовать несчастной, правда? То есть как можно себя наполнить, да, при этом осознавая себя опять-таки женщиной, несмотря на то, что рядом вроде бы пока никого нет? А не надо и ждать, допустим, да, вот этого мужчину, или ждать того случая, вот когда появится мужчина, и я вот начну... Не надо жить этим ожиданием, да? Ожиданием, нет, ожидания не работают, это уже проверено. Когда женщина начинает думать, что, а зачем мне это надо, допустим, да, вот появится мужчина, тогда я начну, возможно, что-то проявлять. Нет, надо жить уже сейчас, надо понимать, и способов наполнения на самом деле огромное количество. Поделитесь. Так как у нас практическая психология, да? Поделитесь этими способами с нашими слушателями. Ну, мне нравятся... Вот четыре группы основных. Это интеллектуальный способ наполнения женственности, это всевозможные тренинги, семинары, учёбы, к которому сейчас у нас наполнен мир. Пожалуйста, выбирайте всё, что вашей душе понравится. Ну, только всегда я говорю, любой тренинг надо всё равно подходить осторожно, да, к этому, да? То есть чтобы какой-то внутренний критик присутствовал, да, у вас. А то я вот всё привожу в пример. У меня был случай в жизни, да, когда девушка в Москве была на тренинге, где ей обещали, что она после тренинга обязательно станет женой миллиардера, да, и самую суть, которую она уяснила, это, что нужно копить в себе женскую энергию. Она приехала домой сюда, в Киров, после великолепного законченного вуза в Москве, легла на диван и в течение нескольких лет копила женскую энергию для того, чтобы к ней каким-то образом магическим подтянулся вот этот миллиардер. История плачевна на самом деле. Да, перекосы есть, перегибы есть, и вот всегда мне на тренинге я сама прохожу их регулярно. Скажу так, что в последнее время я не получаю то, что я хотела бы получить, но вот у меня был в жизни 11 лет назад тренинг, который перевернул всё в моей жизни очень хорошо, и после этого я уже не славливала такого удовольствия, такого вот результата, я не получала уже больше никогда. Ну, с другой стороны, я этому благодарна, видимо, всему своё время тоже. Да, сейчас уже задачи другие стоят при посещении тренинга, опять же, что ты в приоритет ставишь. Второй момент – это физическая, конечно, составляющая. Тут для женщины, опять же, вот когда мы говорим о чувственности, мы всегда смотрим в теле, и это даже очень чётко проявляется, прослеживается. Я опять же по себе могу сказать, что если я, допустим, иду на фитнес, иду в бассейн, после этого я летаю. Я понимаю, как, насколько изменяться всё вокруг, насколько мне хочется что-то жить, ощущать, да, бежать, что-то делать. У меня начинаются какие-то идеи, я вот уже бегу, я иногда вот после первой тренировки какой-то ходила, я выползала из зала, второй раз я уже так шла уже, медленно, но шла, а потом уже бежала и летела, и это вот действительно работает. То есть физика на уровне всего, да, на уровне, там, да, движений, на уровне ощущений, да? Причём, опять же, выбираем, сейчас говорю, выбрать можно всё, что душе угодно, то есть это не обязательно, что вот мне помогает это, это поможет всем остальным ни в коем случае. То есть тут надо выбирать, тут выбирать своё. Что тебя наполняет, что тебя вдохновляет? Кого-то, наоборот, там, штангу, гирю, потягать. А кому-то просто подышать, да? А кому-то подышать на улице, пройтись, прогуляться, то есть это, да, и есть такой способ ещё. Или какие-то дыхательные практики? Дыхание однозначно тоже дыхательные практики. Скажите, я знаю, что вы тоже дыхательными практиками занимаетесь. Дыхательные. Ну, они действительно есть. Это йога, допустим. Я, например, по себе знаю, каким образом йога для меня решила ситуацию, когда в тот же тренажёрный зал, допустим, ходила, и тренер говорит о чём-то, и я понимаю, что я не дышу. Я в это время сосредоточена чётко в выполнить упражнения, и я забываю о дыхании. И вот, ходя на йогу, где-то на протяжении, вот уже после года занятий, я пришла в тренажёрный зал, но уже не в тренажёрный, там, в фитнес, и я стала отслеживать у себя самостоятельно уже без тренера, что я дышу, я, оказывается, дышу, могу дышать. И результаты становятся лучше. И результаты совершенно другие. И ты уже не сосредотачиваешься на том, чтобы правильно выполнить, а ты сосредотачиваешься на удовольствие и наслаждение, то, что ты получаешь. Всё надо делать с удовольствием. В любом случае всё с удовольствием. Есть такая у нас техника, в последнее время, сейчас я её осваиваю, это йони-йога. Это как раз вот то возвращение к женскому состоянию, когда она наслаждается собой, миром, партнёром, уже исходя из собственной ценности, из собственного достоинства. И тут не только тренировка интимных мышц, тут ещё и комплекс упражнений, каких-то медитаций, направленных на гармонизацию нервной системы и гормональной системы женщины. Ну, я думаю, что слушатели запомнили, как это называется. Если что, найдутся в интернете, да, можно поискать, да, если это интересно. Хорошо, вы говорили про четыре момента. Это момент ещё есть эмоциональный нам для женщин. Это просто необходимо. Однозначно свои эмоции выплёскивать. То есть это посещение всевозможных театров, музеев, кинотеатров, общение с подругами, это путешествие. Вот четвёртый — это аспект духовный. То есть это какие-то путешествия, опять же, я сюда отдельно выделяю по святым местам. Это молитвы, это медитации. Женщина, говорят, которая не умеет молиться, это как рыба, которая не умеет плавать, птица, которая не умеет летать. То есть, по сути, мы... Такие красивые метафоры. Никогда не задумывалась об этом. Поэтому вот такие основные, простые, казалось бы, моменты. Ну, такие базовые, да, на которые можно? Я всегда, допустим, говорю, вот женщина в состоянии женственности, в состоянии какой-то чувственности, она легко может для себя составить 100 желаний. Вот прям легко. Я доходила до 365, чтобы на один день, на каждый день было своё что-то, неважно, как это использовать, или просто по списку идти, или выбирать, как методом гадания. И, собственно говоря, искать для себя всегда каждый день какое-то наполнение для себя, выбирать. Я даже... Вот есть женщины, которым рекомендуешь буквально по 5 минут, начинать буквально с 5 минут в день. Это даже бывает сложно. А когда они войдут во вкус, там сложно остановить. Когда получается, что все 24 часа в сутки я прожила в своё собственное удовольствие, осознавая, что я так наполнена, что все те люди, которые рядом со мной, да, они от этого тоже становятся счастливее. Конечно, конечно. Потому что не будем забывать простую, но очень важную истину о том, что и детям, и мужьям, или мужу, да, нужна прежде всего счастливая мама и счастливая жена, правильно, да, счастливая женщина. Никак без этого. Хорошо. Можете ли вы у нас ещё, Ирина, какие-то такие практические рекомендации дать? Кстати, вот очень хочется узнать, а чем вы сами ежедневно наполняетесь? Вот что вас действительно питает, радует и помогает изо дня в день чувствовать такой прекрасной, мудрой, женственной? Ну, конечно, любовь близких, да, то есть вот каждое утро мне очень важно, чтобы поцеловаться, обнять своих детей, своих близких, вот, то есть это для меня первостепенно. Ну, вот в данный момент я даже иногда уже ловлю себя на мысли, что меня больше меня обнимают, да, то есть и иногда думаешь, ну, надо же, вот, то есть у меня три сына, и они абсолютно... Заживали таких времён, когда меня обнимают. Да, для них это абсолютно естественно, для них это абсолютно нормально, вот, и меня это радует, с одной стороны. Да, причём, когда вот ещё знаешь, что, например, дети-подростки, да, которые вообще же они такие бывают в таком возрасте, да, я там не прикасайтесь ко мне вообще, да. Я тоже думала, как это у нас будет, нет, даже в подростковом возрасте, у меня сейчас два подростка, ничего не меняется, абсолютно ничего. Собственно говоря, что ещё? Я для себя... Мне очень нравится, лично для меня, это, конечно, прогулки на природу, куда-то выехать, погулять, даже просто погулять. Это, да, меня наполняет. Меня наполняет... Я люблю в ванной полежать. То есть если это раньше, допустим, как-то воспринималось, пока дети были маленькие, это всегда стучат, всегда гремят. Мама, хотим, с тобой залезали ко мне. Сейчас меня никто не трогает, все знают. Не беспокоит, да? Абсолютно, да. Что ещё? На поездки однозначно наполняют. Путешествия какие-то, встречи с чудесными какими-то людьми, удивительными, причём мне как-то везёт на этих людей, то есть они попадаются в моей жизни регулярно, и я им настолько благодарна, и каждый раз выносишь что-то своё. Ирина, скажите, вот зависит ли ощущение женщины от той одежды, которую она носит, от той пищи, которую она ест, и от той манеры поведения, которая, в общем-то, она общается с другими людьми? Вот я для себя знаю точно. Мне, да. Я чувствую, что я одеваю на себя, что я должна это прям прочувствовать кожей, как я кушаю, что я кушаю, то есть мне это тоже очень важно. Поэтому, но эти женщины, как правило, чувствуют это всё. Они чувствуют взгляд мужчины, они чувствуют вот эту одежду, которую они девают, они прям к ней. Ну, может быть, я ещё тактильщик какой-то, киноэстетика, называют таких людей. Это вот тоже надо на этот момент обращать внимание, потому что у нас есть визуалы, аудиалы, то есть не каждый по-своему выделяет для себя приоритетно своего какого-то направления в том плане, как он будет развивать в себе в ту же чувственность. И проявлять, да. Вот для меня важно. Для меня важна натуральность в одежде какая-то. Я трогать люблю всё. Это я, да. И видеть, видеть, смотреть. И видеть, да. Хорошо, давайте мы попробуем с вами сейчас в завершении нашей программы сформулировать, так, слово, да, или вывести формулу женственности для нас, для современных женщин начала 21 века. Ой, какая формула. Я не знаю. Какая формула. То есть, ну, в принципе, вот эти женственные женщины, чувственные женщины, они для меня, вот лично, опять же, я исхожу из себя, потому что тут говорю, у каждого своё понимание, своё видение. Это противоположность такой роковой красавице, да, какой-то вот, которая подчёркнута, холодна с окружающими, да, она, ну, такая снежная королева. А вот эти женщины, они красивые, но у них своя красота, какая-то внутренняя. Ты на них смотришь, вот я, да, я на них могу смотреть вот так часами, и просто вот попадаешь вот в это состояние сам и настолько наслаждаешься. Потом эти щедрые абсолютно женщины в любви, в эмоциях, в искренности своей, даже в деньгах, да, как ни странно, при этом они могут быть абсолютно не миллионерами, не богачами какими-то, они могут даже что-то на чём-то сэкономить, ну, какой-то вот букет послать. У меня, допустим, есть знакомые хорошие, которые живут в Сибири, в другой стране, они буквально вот напишут какой-нибудь комментарий, даже в тех же одноклассниках у меня эти женщины, вот, и ты чувствуешь на расстоянии их доброту. Вот прям сердце, как в одеялко заворачиваться, ты их объятия чувствуешь на расстоянии, хотя одна фраза, я всегда удивляюсь, как им это удаётся. Вот одной фразой, да, сказать что-то, написать что-то, и ты понимаешь, что счастливые. Отлично. Спасибо большое. Всё? Они ещё благодарные, я бы хотела, это благодарные, такие женщины всегда, они абсолютно, у них свой какой-то неподражаемый, неповторимый стиль, я бы хотела сказать. Они смелые, вот в каких-то, в одежде, в аксессуарах, в каких-то акцентах для них, вот их не спутаешь ни с чем, они совершенно, может быть, может быть, одежда совершенно скромная, но вот эту женщину видишь, ты её видишь, она прям через самый такой скромный наряд просачивается, и ты не знаешь, как это, как ей это удаётся. Как она может показать, да, этому миру, и подарить этому миру свою любовь, и вот свою вот эту женственность. И они не боятся, я считаю, что они не боятся совершенно чужого мнения. Вот мне нравится. То есть такая самодостаточность, но она такая не холодная, не категоричная, да, она такая всепринимающая. Они восхитительные, неправильные для окружающих и совершенно счастливые для себя. Вот это такие женщины, которыми, ну, просто восхищаешься, восхищаешься, наслаждаешься, и я безумно рада знакомству с такими женщинами. Отлично, спасибо большое. Мы сегодня попытались под лупой рассмотреть, кто же она, такая современная женщина, но под названием именно женственная, да. А почему мы сегодня во всём об этом говорили? Вот очень хочется, чтобы в преддверии весны, в жизни каждой, да, девушки, женщины, девочки, происходили какие-то перемены в лучшую сторону, чтобы мы себя, этому миру показывали с самой лучшей стороны, да, опять-таки. Да, вот именно весна, то вот время благоприятное. Для перемен. Да, для перемен, для обновления, для наполнения, для вот чувствования, вот чем, как вы чувствуете себя этой весной, что вы чувствуете этой весной, вот все запахи, все цвета, будь то запах свежего сваренного кофе, да, или же ароматных букетов, всё пусть будет в вашей жизни. Это программа практической психологии, сегодня мы говорили о современных женщинах, о чувственных женщинах, о женственных, вместе с психологом, сексологом Ириной Макиной. Ирина, большое спасибо и до новых встреч. Практическая психология 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 Продолжение следует...